Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор сайта Избавить Заднюю. И сейчас мы с вами свяжем очень интересный рисунок на основе перевитий. Вот такие вот перевития делаются на двух фонтурах, на двух фонтурных машинах. Мы сейчас с вами сделаем на одной фонтуре. Здесь все очень просто. У нас есть петли краевые, которые не принимают участие в рисунке. И делать такие длинные петли им не нужно. Но в любом случае мы должны один ряд провязать руками, потому что такие длинные петли ни одна машина нам не провяжет. Вот эти вот петли и делает вторая фонтура. Мы делаем руками. Итак, три петли, которые у меня являются краевыми в работе, не участвуют, мы провязываем минимальными петельками, имитируя машинное провязывание. А вот все остальные петли мы должны провязать руками максимально длинными. Максимально длинными до того момента, пока иголка не упрется в задний рельс до конца, до заднего нерабочего положения. Чтобы у нас были ровные петельки и не перетянутые были ни в одну, ни в другую сторону, мы берем нашу нить рабочую, аккуратно укладываем на иглы, так чтобы язычки были открыты поверх открытых язычков. Не прижимая никак, помогаем руками, второй рукой, чтобы нигде нитка не застряла. И пальцем начинаем закрывать, делать провязывание. Смотрите, если нить застрянет, у вас петли начнут собираться, то есть они будут стянуты. Нам не нужны стянутые петли, нам все петли должны быть свободны одного размера. Мы по одной иголочке заводим в заднее нерабочее положение. Так, аккуратно завели. Осталось 3 краевых петли, их мы провязываем очень аккуратненько и плотненько. Так, теперь вытягиваем наши петли. Желательно даже на двойке, видите, у меня двойка с платинками, все равно я пользуюсь грузиками, потому что вот это вот все мечтает разъехаться. Декеры 3 на 3, можно даже 4 на 4, 5 на 5 не стянет, даже этих петель будет недостаточно, чтобы сделать несколько перетяжек. Одну перетяжку сделаете, несколько на 5 на 5 не хватит. 4 на 4 я пробовала, хватает, можно делать. Я делаю 3 на 3, использую 2 декера трехугольных. Так, освободили иголочки от язычков и делаем обычные, самые простые косички. Причем эти косички могут идти в разные стороны. У меня они могут перевиваться в одну сторону все время, могут образовывать какие-нибудь интересные переплетения. Это уже ваша фантазия. Целиком так вязать, конечно, тяжело все изделие, но какие-то элементы вполне можно выполнить. Это не так трудоемко, как может показаться. Главное следить за язычками. В данном случае это делать надо абсолютно всем, независимо от того, какая у нас Машенька. Следить за тем, как у нас надеваются петли, потому что они норовят убежать, уж больно они свободны здесь. И смотреть, какие у вас перевития, какой рисунок вы здесь используете. Перевития могут быть абсолютно любые, в разные стороны. Это может быть плетеночка, это может быть простые косички, это может быть коса, когда у нас одна сторона закрывает другую. Это все уже нюансы. Но принцип выполнения вот такой. Мы провязываем один ряд руками. Делали перевития. Видите, все достаточно быстро. Самое главное следить за язычками абсолютно всем, независимо от того, какая у вас машинка. Подтянули. Либо она сама заведет работу, либо вы ставите рабочее положение иголки и провязываете один ряд. Здесь один такой нюанс. Так, видите, уже слетела. Когда мы провязываем ряд руками, у нас каретка переходит на другую сторону. Поэтому либо мы можем провязать пустой ряд, если у вас есть кнопка, которая убирает, делает холостой ход, либо переносите руками каретку на другую сторону и вяжите дальше. Еще могу посоветовать не делать очень большие расстояния между перевитиями. Иначе будет рисунок пустоватый. Но и слишком часто не стоит. У меня 6 рядов между перевитиями. Открыто. Вот так вот это получается. Очень даже интересно и необычно. Как отделка вполне сойдет. Очень симпатичный такой ненавязчивый рисунок. Продолжение следует...